Всем привет! Я получаю уже первые многочисленные отзывы на книгу «Четвертая мировая война», и мне кажется, что ей предстоит стать самой популярной в серии «Академия смысла». Я, честно говоря, на это не рассчитывал, потому что я просто хотел рассказать о том, какое будущее нас ждет, и какие риски нас ожидают, и как к этим рискам подготовиться. Четвертая мировая война — это аллюзия к названию «Четвертой технологической революции». Это то, о чем сейчас все говорят. Происходит повсеместная роботизация производства и нашей жизни, и происходит развитие бурно искусственного интеллекта. Кто-то смотрит на эти вопросы очень положительно, и таких прогнозов много. Я о них тоже рассказываю. Как будет развиваться наша жизнь по оптимистичному сценарию? По оптимистичному сценарию нас ждут 3D-принтеры, нано-роботы, которые уже к 2037 году сделают нас бессмертными. После этого мы вообще в целом перейдем в порог технологической сингулярности, и после этого сможем жить жизнью райских таких существ. Но это оптимистичный вариант. Есть и пессимистичный. И, собственно говоря, может быть, одно из достоинств этой книги — это достаточно полное описание всех драматических сценариев, которые нас ожидают в рамках этой технологической революции. Начиная от самых таких, может быть, казуистичных, о том, как может все пойти не так и все поломается, заканчивая очень серьезными прогнозами о том, как будет наша с вами жизнь развиваться в связи с этими технологиями. Потому что понятно, что экономика окажется в состоянии риска, понятно, что политика существенно изменится, непонятно, кому будет принадлежать власть в этом новом мире, изменятся все социальные способы взаимодействия между людьми, трансформируются и институты брака, и образование. Сексуальная жизнь изменится. В общем, все будет существенно меняться. Я подробно об этом рассказываю. Мне кажется, что это очень увлекательно. Как я знаю, это людей привлекает. Хотя, в целом, мои прогнозы, они, как вы понимаете, связаны скорее с интеллектуальной деятельностью. И я рассказываю о том, что будет происходить с нашим интеллектом по мере развития этих технологий, и искусственного интеллекта в частности. И, может быть, одной из важных таких уникальных вещей в этой книге, я сопоставляю нейрофизиологические законы с тем, как развивается искусственный интеллект сейчас. В этой книге, мне кажется, мне удалось показать, что никаких препятствий к тому, чтобы мы сформировали сверхмощный интеллект, искусственный, нет. Мы, скорее всего, будем проигрывать интеллектуально, машинам. Мы будем проигрывать им на неожиданном поле. Мы боимся, что будущие эти терминаторы будут похожи на нас, будут хотеть завоевать мир и так далее. Скорее всего, этот сценарий ложный, такого происходить не будет. Скорее всего, мы столкнемся с другой ситуацией, когда большое количество так называемых слабых искусственных интеллектов, которые очень успешно решают частные задачи, смогут в какой-то момент интегрироваться в единую сеть и, используя принципы большой даты и машинного обучения, действительно смогут начать контролировать нашу деятельность. Эти риски существенные, серьезные. И я объясняю это на примере как раз нейрофизиологии, которая, как это ни парадоксальнее, тут тоже рассказана эта история, стала прародительницей современных идей искусственного интеллекта, машинного обучения и так далее. Поэтому эта книга, мне кажется, немножко, с одной стороны, пугающая, почему-то ее все читают достаточно весело. Я со своей стороны указываю на риски. И рисков здесь много, потому что самое главное, что у нас есть, что придает нашей жизни какую-то ценность, это наша специфическая человечность, основанная не на каких-то странных таких инстинциальных материях, а основанная на том, что мы можем сложно и красиво думать. Вот как это сложное и красивое мышление, с одной стороны, будет уплощаться, а с другой стороны, как будет усложняться искусственный интеллект, и кто в этой гонке успеет куда, в значительной степени, мне кажется, отвечает эта книга. У меня есть опасение, и я его здесь тоже аргументирую, связанное с тем, что сложность того мира, который мы сейчас создаем, будет нарастать стой стремительно по этой знаменитой экспоненте, которую здесь рассказывают, закон ускоряющей отдачи Реи Курцвейла, а наш интеллект будет снижаться так быстро, что мы разойдемся. То есть в тот момент, когда нам нужен будет очень сильный, свой собственный естественный интеллект для того, чтобы управлять этой сложной машинерией искусственного интеллекта, вполне возможно, нам его будет не хватать. И дальше встанут большие геополитические вопросы. Как управлять социальными массами, которые полностью перешли в виртуальную реальность, в социальные сети и прочие. Тут все, как я полагаю, будет сильно и существенно развиваться. И как ими управлять для того, чтобы соблюсти хоть какой-то порядок на новой, вот этой такой оцифрованной жизни на планете Земля. Кто будет держать руку на рубильнике, каким образом будет контролироваться наша личная жизнь, каким образом кибертеррористы будут использовать эту механику. Короче говоря, здесь стоит большое количество вопросов. И я сразу вас предупрежу, что здесь нет однозначного ответа, каким будет будущее. Напротив, здесь есть веер возможностей, которые перед нами открываются. И какая из этих возможностей сыграет, в значительной степени зависит от того, как мы с вами будем себя вести, какое у нас будет отношение к этой новой реальности, насколько мы осознаем эти риски. Сейчас уже на полном серьезе обсуждается, что нужно будет скоро принимать декларацию прав роботов. На полном серьезе обсуждается изменение в целом экономической ситуации в мире с помощью блокчейна и прочих технологий. В целом, то, что казалось еще совсем недавно такой абсолютной фантастикой, приближается к нам с невероятной скоростью. Мне кажется, что это важно понимать, потому что на этой развилке мы все с вами сейчас окажемся. Вполне возможно, что произойдет радикальное разделение, новое, второе великое разделение нашего мира. Первое произошло где-то в 60-х, в начале 70-х, когда кривая богатства и бедности впервые перестали идти синхронно и разошлись в две разные стороны. Сейчас мир состоит из очень ограниченного числа, единиц людей, которые обладают колоссальным состоянием, и из всех нас, которые продолжают считать себя состоятельными, хотя это далеко не так, потому что таков симуляк современной экономики. Но то же самое разделение, судя по всему, пройдет и по линии умных людей, людей, имеющих доступ к управлению другими людьми. И это управление не такое, как мы привыкли о нем думать, из наших прежних шокирующих романов типа Уолловского или Дивного чудного мира Хаксли. Это будет совсем другая форма существования и управления нашим поведением. И вот умные, которые отделятся от глупых, оставив всех остальных в этом странном мире и по ту сторону подлинной цивилизации, будут иметь свои планы, стратегии на нас и на наше выживание. Все это кажется очень далеким, фантастическим, невозможным. И действительно риски, что это все закончится просто пшиком, велики. Но если этот пшик произойдет, то это будет, скорее всего, технологическая катастрофа, а вовсе не просто утопичность каких-то прогнозов. И когда это все случится, мы будем сильно удивлены всем происходящим, потому что скорость, с которой это будет меняться, фантастическая. Я думаю, что вы уже с трудом представляете себе жизнь без интернета, с трудом представляете себе жизнь без социальных сетей, вряд ли представляете себе жизнь без телефона. А на самом деле все это появилось в нашей жизни совсем-совсем недавно. Если добавите сюда технологии генной инженерии, нанотехнологии и так далее, и эту их ассоциацию, то я думаю, что вы можете все-таки понять, что когда прогнозисты говорят о том, что в нашей цивилизации, возможно, в нынешнем качестве осталось каких-то 2-3 десятилетия, вы поймете, что они шутят. И в этой шутке шутки очень и очень мало. Ну, в общем, вряд ли надо книги представлять столь депрессивно. Но, как мне кажется, лучше знать, с чем мы имеем дело и куда мы движемся, чем наивно почивать на лаврах и считать, что сейчас все прекрасно и хорошо. Нет, на самом деле, Четвертая мировая война уже на пороге, будущее уже рядом. Надеюсь, вам будет интересно об этом узнать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!